20 марта 2015 года произойдет редкое астрономическое явление — полное затмение Солнца. И хотя затмения солнечные и лунные в течение года происходят, как правило, достаточно периодически, и в году бывает от четырех до семи затмений, тем не менее мы относим это событие к редчайшим, потому что так случилось, что оно произойдет именно в день весеннего равноденствия, то есть в тот период, когда день и ночь будут продолжительностью по 12 часов. Наступает астрономическая весна, астрономическое изменение погоды, и мы сами это наблюдаем по Солнцу. Теплеет, расцветает природа, и мир обновляется. Так вот, если мы речь ведем о затмении Солнца, то нужно понимать, что всегда затмение Солнца происходит в период, когда Луна располагается между Солнцем и Землей, и это всегда происходит в момент новолуния. Тень от Луны, падая на земную поверхность, создает определенную полосу, которая из-за того, что Земля поворачивается вокруг оси, движется по поверхности нашей планеты. Полоса солнечного затмения будет составлять почти 400 километров. Дело в том, что особенности таковы. Лучше всего оно будет наблюдаться, это затмение, в Атлантическом океане, или в тех городах, которые расположены на самом западе Европы, или же поблизости от мыса Шпицбергена. Вот там условия прекрасные, там полное солнечное затмение будет наблюдаться. Но поскольку Харьков и область располагаются на 50-й широте, и у нас есть определенная долгота еще 36 градусов 15 минут, то в таком случае мы не сможем наблюдать полностью затмившееся Солнце. В условиях Харькова и области мы пронаблюдаем Солнце, покрытое диском Луны на 50%. Но тем не менее, стоит обратить внимание на то, что в 10 часов 59 минут по киевскому времени, или с учетом поправки на долготу для Харькова и области, в 11 часов 14 минут начнется касание, когда солнечный диск постепенно начнет закрываться диском Луны. И в 12 часов 22 минуты будет максимальное покрытие. После этого Луны начнет медленно сползать, освобождая Солнце. И в 13 часов 30 минут затмение Солнца для Харькова закончится. Солнце будет находиться на высоте 21-25 градусов над горизонтом. Мы предполагаем, что погода должна быть благоприятной, потому что, как видим, в дневное время тучи, как правило, расходятся. Чем особенным отличается это затмение? Я уже сказала, что оно совмещено с днем весеннего равноденствия. Это очень важный фактор. Через определенный промежуток времени, так называемый Саарус, он составляет более 18 лет, затмение повторяется для данной местности. И для Харьковчан следующее подобное затмение, именно такого же качества, произойдет 30 марта 2033 года. Как видим, у нас возникает возможность соприкоснуться с космосом. Весь мир будет наблюдать это затмение 20 марта. И, конечно же, Харьковчан приглашаем в планетарии, где подготовлена целая программа. И следует сказать обязательно о моментах того, чтобы правильно провести наблюдение для тех людей, которые не будут специально собираться в планетарии. Дело в том, что нужно беречь глаза. Даже при покрытии в 50% лунного диска на солнечном диске, все равно Солнце обжигает глаза. И смотреть на Солнце через телескоп ни в коем случае нельзя. То же самое касается даже и биноклей. Но нужна специальная оптика. Например, в телескопах это специализированные фильтры фабричного производства. Если у людей нет телескопа, можно взять обыкновенную фольговую пленку, например, ту, в которую заворачивают цветы. И сложив ее в несколько слоев, обычно это 4 слоя, сделав специальное такое, может быть, образование, чтобы сразу двумя глазами смотреть, может быть, кто-то очки себе сделает. Вот через эту пленку уже прекрасно наблюдать затмившееся Солнце. Это безопасно и во всяком случае интересно. Ближайшее затмение, которое мы будем ожидать, относится к лунным затмениям. Оно произойдет 4 апреля. И если при солнечном Луна стоит между Солнцем и Землей, то при лунном затмении, через две недели от солнечного, 4 апреля, Луна дойдет до точки и попадет в тень от нашей планеты. Вот это будет 4 апреля. Но для харьковчан условия наблюдений будут неблагоприятны. Затмение, вход Луны в земную тень состоится в тот период, когда у нас уже будет день. То есть это будет удобно для жителей западного полушария. Поэтому надо спешить пронаблюдать солнечное затмение 20 марта.